Живые цветы, подарок, теплые слова поздравлений Марии Афанасии Непроворниковой исполнилось 90 лет. Педагог с 28-летним стажем работы. Учила сельских ребятишек в деревне Скрипино. С юбилейной даты ее поздравил помощник главы округа Муром. От лица молодого поколения, не знавшего всех лишений, через которые прошла страна в страшные военные, и не менее тяжелые послевоенные годы, Николай Войтенко выразил слова искренней благодарности ветерану труда. Позвольте выразить вам огромную признательность, благодарность за то, что вы сделали для нас, для молодого поколения, которое имеет возможность ходить и радоваться, также воспитывать детей и продолжать ваши традиции. Дай Бог вам здоровья, счастья, благополучия. Живите долго, радуйте своих близких, родных. Младший ребенок в семье, седьмая по счету у родителей. С начальных классов Мария Афанасьевна мечтала стать учительницей. Дочь неграмотных людей, всю жизнь проработавших в колхозе, сама хотела учить детей. Я помнила свою учительницу первую, Татьяну Васильевну Сережу, у меня брат был, они что-то дружили, брат старший. Он умер сейчас, конечно, давно. И у меня, ну, как-то... Желание? Желание, вроде, я любила, вроде, это у учителей. Во время войны, как и все оставшиеся в тылу девчонки, помогали фронту. Рыть окопы стало привычным делом. Работали по 20 часов в сутки. Наша героиня вспоминает, что когда дождались победы, вместе с лучшей подружкой плакали на взрыв. Одна от счастья, другая от горя. Да, вот мы были с подружкой здесь, в Мурме, и вот плакали мы. От радости? Да, а она плакала. Я от радости плакала, от обиды. У ней муж, она вышла... Замуж? Да, да. И он не дожил один месяц до победы. После войны Мария Афанасьевна получила педагогическое образование, вышла замуж за военного, уехала с ним по распределению в Белоруссию, в город Могилёв. Приехали туда, я хотела устроиться, у меня диплом. Там было три русских школы всего, в русских местах, в школах места мне не было. Ну и куда мне, без работы мне сидеть. И я устроила семья, тогда устроила на железную дорогу, делала производителем. И я вот там поработала. Жизнь всё расставила на свои места. Спустя время Мария Афанасьевна вернулась на родную землю. Сбылась заветная мечта её детства. Она стала учителем в сельской школе. Выросшая в труде, всей молодёжи сегодняшнего Мурома Мария Афанасьевна желает прежде всего того же. Трудиться, вот и всё, трудиться благополучно, чтобы с честностью работать и относиться к людям добросовестно.